Президент Арцаха распространил заявления с намеками на принуждение. Уважаемые соотечественники, уже четвертый день Азербайджан держит в блокаде 120-тысячное население Арцаха посредством эмоциональной и привлекающей внимания повестки, приправленной фальшивыми экологическими темами, тем самым ставя армян Арцаха перед угрозой гуманитарной катастрофы. Но, как видите, народ Арцаха не встал на колени и с достоинством преодолевает сегодняшние несовместимые с 21 веком и почти невообразимые для цивилизованного человека процессы, и вытекающие из них трудности, страдания и гуманитарные последствия. В связи с этим от имени народа Республики Арцах заявляю, народ Арцаха является сторонником и защитником мира и стабильности в регионе, добрососедских отношений между народами. Народ Арцаха открыт для обсуждения любых вопросов, проблем, свободного диалога, готов построить и рассчитывает на конструктивные отношения на основе взаимного уважения прав. Считаем неприемлемым применение принуждения, демонстрации и угрозы применения силы и призываем к окончательному отказу от идей выселения армян из Арцаха, являющейся причиной начала арцахской освободительной борьбы и неотъемлемой частью государственной политики Азербайджана. Только тогда воля к достижению мира будет оценена по достоинству, и мир будет искренним, реальным и осязаемым. Народ Арцаха принял решение противостоять посягательству на его право и с достоинством переносить причиненные нам физические лишения, тем самым нейтрализуя все возможные попытки навязать матери Армении уступки, условия, сдерживающие принятие решений. Выражаем благодарность Республике Армении и нашим соотечественникам в диаспоре, которые делают заявления и информируют международное сообщество о преступлении, совершаемом в эти дни против граждан Республики Арцах, инициируют правовые процессы, просто поддерживают и укрепляют дух народа Арцаха. Выражаем благодарность российским миротворцам за верность своей миссии. Уже несколько дней миротворцы твердо и непоколебимо стоят рядом с народом Арцаха, не подаваясь на провокации, демонстративные оскорбления и пренебрежительные отношения. Мы высоко ценим предпринятые миротворцами сознательные шаги по смягчению гуманитарных проблем нашего народа. Мы продолжим нашу борьбу и никогда не будем инструментом давления на Российскую Федерацию или нанесение ущерба ее репутации, поскольку уверены, что Российская Федерация обладает непоколебимой волей решать проблемы дипломатическим путем и путем диалога. Президент Республики Арцах Араек Арутюнян. Продолжение следует...